Привет, красотки! Это влог одного очень необычного дня, одного невероятного дня, я бы сказала. Влог со дня нашей встречи в Международный день йоги, в день солнцестояния, 21 июня. И это не просто какая-нибудь камерная встреча в студии йоги, это самое масштабное мероприятие, которое я когда-либо организовывала. И встретимся мы с вами на стадионе. Субтитры подогнал «Симон» И знаете, это настолько крутой день и настолько это невероятный опыт, что я решила снять не просто влог одного дня, а целый фильм посвятить этому мероприятию, рассказать о каких-то сложностях, каких-то закадровых моментах, об организации, о том, как мне вообще пришла идея, поделиться своими чувствами. Наверное, мы с этого самого начнем, потому что меня просто распирает от эмоций. Все ближе и ближе день икс, и мои эмоции становятся, знаете, все объемнее и разношерстнее от восторга, предвкушения, невероятного счастья, что это вообще этот день настанет, это будет, до абсолютно противоположных чувств, что, боже, да вообще зачем я все это затеяла? А если вдруг я там провалюсь, я не забуду все слова, я не смогу ничего сделать, а вдруг я не смогу сделать саму эту практику? Наверное, надо сказать, что вообще будет за практика, потому что это важно. В день, международный день йоги, в день солнцестояния, йогины всего мира делают практику 108 кругов сурья намаскар. Сурья намаскар — это приветствие солнцу. И один круг состоит из 12 асан. Если вы сделаете один круг сурья намаскар с утра, это будет хорошая разминка. Если вы сделаете три круга, вы прекрасно потянетесь, почувствуете прям бодрость, прилив сил. Ну а 108 кругов — это трансформационная, по-настоящему трансформационная практика, которая меняет буквально жизнь на до и после, особенно если вы поставите правильное намерение, и особенно если выполнять эту практику в окружении стольких людей, стольких единомышленников, как у нас будет. А у нас будет стадион, девочки! У нас будет стадион-арена. Вообще изначально у меня не было мысли собрать обязательно моих прекрасных подписчиков, йогинь моих на стадионе. Я хотела собрать нас в парке, потому что мне хотелось вот эту природную составляющую, да, почувствовать, что вот мы где-то, где это возможно в городе найти природу, да, это вот парк. Но когда мы уже связались с парком, оказалось, что нам предоставляют, во-первых, какие-то странные куски парка, очень некрасивые. Ну, то есть, знаете, не в центре там где-нибудь с огражденной территорией, сцены и так далее, а какой-то просто на входе, где все мимо прохожих, где как-то все будут смотреть, кто захочет и не захочет. Либо нам давали территорию рядом сто летами, и был вопрос, будет ли оттуда пахнуть, летом будут все ходить. Ну, короче, понимаете, да, полный трэш. Конечно, всего я этого не хотела. И вот когда мы думали, думали, ну куда же еще, где же разместить столько людей, а я хотела это сделать реально очень масштабно. Ну, то есть, не просто 20 человек. Понятное дело, что 20 человек бы мы тоже набрали, но мне хотелось это сделать прям вот на широкую ногу, так сказать. На широкую руку, как это говорится. Я поговорила со своим преподавателем по йоге и в шутку буквально она, ну, правда, она сказала это с неким даже сарказмом, мне кажется, ну, стадион тогда. И я такая, конечно. И что вы думаете? Через две недели после этого разговора я была на стадионе, и мы утверждали площадку. У нас в Екатеринбурге красивущий стадион. На нем проходил, между прочим, чемпионат мира по футболу. То есть, на этом газоне играли. Ого-го, какие игроки, если честно, я не шарю в футболе практически, вообще ничего. Поэтому не знаю, кто именно играл. И вообще на этот газон сама арена вот так вот молится, правда, потому что это натуральный, не искусственный газон. То есть, это все трава, по которым футболисту бегают. Это трава настоящая. И там очень важно было соблюсти правило, типа, что ни в коем случае не принести ни крошки еды туда. Ни в коем случае ничего не разлить. В общем, за этим газоном прям следят со всех сторон. Сказали, ни в коем случае не на каблуках приходить. Я такая, мы йогу будем делать, мы будем босиком. Ну, в общем, это было тоже смешно все это согласовывать, все эти моменты учесть. Девочки, когда с 11 до 12 будут заходить, они не могут расстелить и ждать на них? Они будут расстелены, да. То есть, нам сейчас нельзя их. Мы сейчас их разложим. Поняла. Расстелим потом. Хорошо. А потом в перерыв их нужно будет каждую девочку. Но если вдруг кто-то не разложит, мы, конечно, быстро пробежимся и скрутим. Да, знаешь, я еще думаю, что кто-то может 20 минут не захочет перекусывать, а в шавасу не хочет лежать, устал. Мне кажется, разово ничего, да? Не могу это сказать. Отдыхать газону, блин. Человек устал. А он отъедет, я такая, девушка, извините, нам газона нужно. Да, да, да. Вы отдохнули 15 минут? Нормально, что? Сюда, сейчас газон отдыхает. Угу, газона. Я поняла, что это то самое место, где я хочу провести эту практику, потому что это настолько, это вот прям масштабно. Ты смотришь на нее, на эту площадку, и ты такой, вот это мощь. А если учесть, что газон-то настоящий, значит, мы будем на настоящей земле. Это идеально, как я и хотела, чтобы сама природа была и сверху, и снизу. То есть у нас сверху открытое небо, то есть это не закрытое помещение, да, вот это стадион. И это просто сложились все пазлы, это идеально. При том, что там очень качественная проверка там на входе, ты никоим образом не попадешь внутрь. Мы связывались со скорой, с МЧС, с полицией, у нас будут несколько охранников ЧОП. Все будут обходить с собаками, проверять. В общем, это настолько серьезная подготовка у нас была, и я со всем этим столкнулась впервые. Мне не верится, мне не верится. Смотрите, где мы находимся. Пока здесь никого еще нет, но через каких-то два часа мои красотки будут здесь, я буду там. Сейчас будем тестить микрофон. Звучание просто невероятное. Я зашла сюда, такое ощущение, что просто погрузилась сразу вот. С ума сойти. И погода, она же просто соблаговолила сегодня нам. Это идеально, что может быть. Я боялась, что будет плюс 33, либо будет наоборот дождь, ливень. Но настраивалась на облачную погоду плюс 23. Просто спасибо. Навизуализировала. Смотрите, там уже расставляют коврики. Очень вероятно, что легко будет. И лучше начать говорить не оттуда, а чуть поближе подойти, чтобы не прерывался звук. Друг ты начнешь там, эй. И он там, эй. Да, да, да. Чем ближе подойдешь, тем как он, тут все будет хорошо. А вопрос, там меня кто-то подтянет, да? Ну, подтянет вот эту штуку и под новый костюм. Потому что я буду не в этом костюме. А, будет другой, да? Да, будет другой костюм. Ну, видимо, что-то делать. Потому что сейчас-то еще 10-13, а это все нам понадобится ближе к 12. Ну, что-то придумаем, видимо, да. Привет, красотки! У-ху! Не понит, хорошо? Так, если я поворачиваюсь в эту сторону. Да. У меня будет, у меня будет, будет такое это дополнение. Красавчики! Те три красавца! Кстати, название феста, название нашего мероприятия, это Намаскар-фест. И на Намаскар-фест летят участницы с разных городов России, даже с разных стран. У нас есть Германия, Кипр, Казахстан, Беларусь, еще, по-моему, какие-то страны. Представьте, просто ради того, чтобы поежить вместе. У меня шок, когда это вот все я слышу. Это же, представляете, нужно спланировать здесь несколько дней, в любом случае, да, в Екатеринбурге. Нужно купить билеты, продумать свой маршрут. Для меня это безумно ценно, что мне доверяют, что хотят провести этот день вместе. Буквально завтра-послезавтра должны прийти мои йога-костюмы. Новые, конечно же, потому что, простите, такое мероприятие. Хотелось пойти в чем-то, что, чего еще не видел мир социальных сетей, так сказать. У меня много, очень много йога-костюмов, конечно, но тут хотелось прям вот новенькое-новенькое. Будем с вами вместе мерить. Сходим на маникюр перед Намаскар-фестом, потому что я хотела сделать особенные, отличительные, так сказать, знаки на ногтях даже. Девочки, я собираюсь на второй по важности в моей жизни маникюр после свадебного. Серьезно. Знаете почему? Потому что обычно у меня в жизни плюс-минус без разницы, какой у меня маникюр, понятно дело. Я выбираю какой-нибудь нюдовый, какой-нибудь естественный, либо под Новый год, например, какой-то наоборот яркий, блесткий и так далее. А сейчас я хотела бы, чтобы каждая деталь меня, моего образа соответствовала нашему мероприятию. И у меня пришла идея впервые сделать, ну не впервые, но, наверное, последний раз дизайн на ногтях я делала в 14 лет. И это был как бы такой себе дизайн, какие-то наклейки, не знаю, переводки или что-то от руки нарисованное. А в этот раз я хочу, чтобы это было красиво. Покажу вам референсы здесь. Отправила уже моему преподавателю, хотела сказать, моему мастеру. Она ради меня купила краску, потому что у нее именно вот такой золотой не было, то ли она закончилась. Ну что, вот так сделаем ложки? Давай я посмотрю. Нет, так... Мы сможем два рядышком, да, поставить? Я посмотрю. Ну, как будто бы и мне тоже на мылочке больше нравится. Как будто вот именно этот цвет, он контрастнее вот на нем. А будем пробовать той золотой краской или все это уже утвержденное? Мне это нравится, золотая. А да просто капнем ее. Ну да, лучше вот эту, мне кажется. Я говорю, что она более теплая, я тебе сразу скажу, но в целом она тоже, кстати, красивая. Ну, как будто она слишком яркая, прям цыганская немножко, знаешь. Цыганский шип? А что, ты не хочешь? Блин, приколь, давай на молочке. Костюмы для йоги, точнее костюмы для мероприятий. Потенциально один из них должен быть точно подходящим. Ну, может быть, даже два из них я буду долго думать, какой выбрать. Сейчас будем вместе с вами мерить. Я прибежала в первую очередь в офис, здесь сразу померить. Сначала посмотрите вот так, не на мне. Это получается вот футболка, шортики. Мне кажется, идеально для лета, потому что у нас по погоде обещают пока что. Пока что обещают 23-24 градуса. Это идеальная, если честно, погода для йоги. У нас вот просто такая жара стояла, 33 градуса. Я думала, боже, не дай бог, это продержится. Это же реально всегда вот фортуна. Это знаете, как устраивать свадьбу, церемонию свадьбы, например, на улице. Да, выездная регистрация, например. Многие устраивают, у нас была выездная регистрация. Ты до последнего не знаешь, повезет ли тебе с погодой. Может быть, дождь пойдет. И что ты будешь делать? Ну, надо как-то, конечно, это подстраиваться. У нас есть варианты B на всякий случай. Но пока, пока... О, 26 вот написано. А вторая тоже легкая, то есть велосипедки и безрукавка. Сейчас будем мерить, все будем мерить. Как тебе костюм? Это необычный. Будет второй еще. Похож на детский костюмчик. Да? Ну, типа, не кажется, что празднично? Похож на костюм в садик. Мини-юбочка, она как бы, да. Типа, кажется, по-детски, да? Как будто ты выросла. Ну, видишь, это, видишь, просто, как бы, доп не нужный. Поэтому не звали такой короткий. Ну, такой-нибудь, как-нибудь. Сейчас будет второй. Ты как черлидер. Но мне хотелось, это же костюм все-таки для мероприятия. Я должна быть, как бы, немножко, ну, необычной, все равно. Не типа типичный какой-то костюм. Черлидерша, спасибо. Второй, как будто он более, как бы, классический. Он прям сильно тоже в облипочку. Но это вот четко по моим размерам. Мне кажется, это именно дело вот в самом материале. То есть, знаете, материал очень похож на костюм для дайвинга. Вот такой вот он плотный. Он как будто все время немножко давит. Это немножко непривычная для меня история. Зато здесь в собаке морда вниз точно не будет видно жжепка. О, боже. Что? Красиво. Да? Да, это мне больше нравится. Да? Да. Потому что более классический. Ну, он такой нежный, женственный, беленький. Я от тебя иду подальше. Хочется потрогать. А тот был детский. Да? Можешь Еве подарить. Не, ну, вроде по размеру все-таки. Просто ощущается, что плотно довольно на теле, что он как бы прям, ух, как знаешь, как Бен Кунг такой немножко утянул. Ну, в общем, мне кажется, единогласно. Короче говоря, увидите меня, скорее всего, в этом костюме на мероприятии. Единогласно это, по мнению Дениса и меня. Но мне кажется, что действительно он такой более классический, более спокойный, но при этом все равно необычный, да, тем, что вот такой в облипочку, материал. Ну, и то, что он новый, меня в нем еще никто точно не видел. Но и тот я тоже оставлю для своих практик, для того, чтобы просто записывать там видео, практики в костюме, чтобы у меня были костюмы разные. У меня все равно такого фасона еще не было, с такими вот интересными бедрами. Вот интересный факт подготовки такого мероприятия. Мне кажется, ни за что вы так не задумаетесь, что в этом могут быть какие-то сложности, проблемы. Но реально столкнулись с проблемой, где взять столько ковриков. Точнее, вообще вопрос, нужны ли нам коврики, будем ли мы их предоставлять участницам, или участницы сами с собой возьмут свой коврик. Но в чем проблема? Я могла, конечно, сделать билет намного дешевле и просто сказать, приходите со своим ковриком, но я не могла быть уверена в том, что это будет безопасно для участниц, потому что коврики, которые они принесут, я не знаю, что это за коврики. Да, я могу дать рекомендацию, нужен обязательно не скользящий каутюковый коврик или там ПВХ материал, но я уверена, что большинство бы сказали, вот у меня есть свой коврик, я принесу его. И просто дело в том, что на большинстве ковриков, всех даже, которые продаются там на маркетплейсах, супер популярно, у них отзывы там 5 звезд, на них скользят, блин, руки в собаке мордой вниз. Вот как проверить коврик на антискольжение, это не просто встать там в кошечку, да, или просто сесть в позе лотоса, ну, конечно, так ничего не будет скользить, а вот встать в собаку мордой вниз, притом правильно отстроенную собаку мордой вниз, когда у тебя руки настолько плотно должны быть прижаты к коврику, и ты вес отдаешь в ноги, и спина у тебя как одна прямая с руками. И вот в этот момент, я уверяю, 90% ковриков дают слабину, они начинают просто-напросто скользить, руки на них. А это невозможно в практике, где 108 кругов суринамаскар, это значит, мы делаем 216 раз собаку мордой вниз. И это невозможно, я не могла рисковать вашей безопасностью, потому что вы бы просто скользили, падали, или бы неправильно отстраивали асану, а из-за этого страдала бы ваша, например, спина, ноги, руки и так далее. Поэтому было принято решение, что 100% хорошие коврики предоставляются с нашей стороны, но найти 500 ковриков в аренду нереально. Поэтому мы решили выкупить 500 ковриков и, соответственно, подарить каждой участнице по коврику, то есть в билет фактически входит потрясающий, чудеснейший, супер качественный каучуковый коврик. Он один из самых дорогих, нет, мне кажется, это самый дорогой коврик, который есть в том плане, что и по материалу. То есть вот есть разного материала коврики, и каучуковый это самый премиальный. А потом нам пришла идея не просто коврики преподнести, подарить, да, и дать участницам, а нанести на них еще особенное лого с нашим мероприятием. Мы отдаем все эти 500 ковриков в печать, чтобы на них было вот это уникальное лого с мероприятия, чтобы такая память была на всю жизнь. Потому что такой трансформационный опыт пройдут участницы, это абсолютно точно останется для них памятным подарком. Напоминанием о том, что они прошли, о том, что они способны на все вообще после этого, потому что это реально очень крутая практика. И еще такая сложность возникла уже, когда я все организовала, уже такая все-все-все. Потом подумала, так, а я же кормящая мать, и у меня еще младшему ребенку года нет, что с ней вообще делать? Ну, то есть я кормлю грудью, и довольно часто. А здесь мероприятие, смотрите, с 12 до 4, но я прихожу на площадку в 10.30. Это означает, что из дома ухожу в 10. Это значит, что с 10 до 5 примерно, да, меня не будет для мира. А я ее кормлю намного чаще, ну, раз в 3 часа. И был вопрос брать ее с собой. До сих пор, на самом деле, мы еще не решили, потому что там есть на арене випка. Там можно разместиться родственникам и так далее. Но, опять же, будет ли им там все это время есть что делать, да? Ну, мы тоже думали, как будто проще намного остаться в этих условиях. И я бы не переживала, что у меня там вот ребенок, мне к нему надо прийти, а им ли хорошо и так далее. Ну, то есть вот этот момент, я даже не знала, что лучше в итоге. И до сих пор мы, на самом деле, не приняли решение, как лучше сделать. Видите, еще и молоко уже особо не сцеживается, потому что я уже кормлю 11 месяцев, да? То есть это не первые месяцы, когда молоко хорошо сцеживается. Сейчас уже этот процесс хуже идет. До сих пор я в раздумьях, как сделать лучше. Может быть, Денис с Мирой ко мне приедут туда, когда у меня будет перерыв, чтобы я ее покормила. Ну, вот такое вот будет решение, чтобы им все время там тоже не тусить. Я уже вижу, как заходят девочки. Посмотрите на мне три микрофона. Боже ж ты мой! Знаете, на самом деле есть классная практика, как снять напряжение перед. И она работает именно перед. Вот я прямо сейчас это сделала. Смысл в том, чтобы максимально нагнать на себя страх вот всего, что может произойти. Потому что очень часто перед выступлением, это, кстати, я... Не я придумала, это практика... У Маргулана я узнала. Из Сисимбаев. В общем, суть в том, что ты перед выступлением на сцену так или иначе тебя трясет. Ты все время нервничаешь, да? У тебя вот начинаются вот эти вот волнения. Но они так и будут находиться в тебе, пока ты не доведешь их до максимума. Суть в том, что вот этот адреналин, выброс адреналина, из-за которого мы чувствуем вот эти потеют ладошки, вот это все, оно не может долго находиться в крови. То есть вот этот выброс адреналина, он может на 20 минут примерно задержаться у тебя в организме. И суть в том, чтобы как раз минут за 20 до выхода на сцену нагнать максимальный ужас того, что может произойти. Ну, что я представила? Что пойдет ливень, что всех девочек намочат, что я забуду слова, выхожу такая... Где? Вот типа так. Ну и просто все пошло по одному месту. И прям, знаете, у меня такой... Боже, нет! Девочки заходят! Ладно. Ой, ой, боже мой, они бегут! Мои дорогие! В общем, и потом ты такой выдыхаешь, ты понимаешь, что ты уже перебдел вот этим всем, оно все уже успокоилось, и ты как удав спокойно выходишь и делаешь свою работу. Вот я так и представила. И я просто, знаете, настроилась кайфануть. Так часто бывает, ты готовишься к чему-то, делаешь, организовываешь, очень много всего в голове. И потом такой, оп, это как-то прошло, и ты такой, блин, а что вообще было? Я вообще ничего не заметила, что там, я была не в моменте. Вот мне хочется быть в моменте сегодня. Мне хочется, чтобы я каждый кусочек нашей встречи не просто вот типа отговорила и пошли дальше, отговорила и пошли дальше, а была с ними в контакте, была с собой в контакте. Вот. Эмоции, конечно, вау. Я не верю, что это типа, ну, здесь из-за меня собрались. Привет, красавки! И красавчики, я помню! Я помню, у нас есть еще красавчики! Как вы! Боже мой, этот момент я представляла много раз, правда. Но что это будет выглядеть так, так мощно, так круто! Какие бы все у меня красавчики, невероятные. Красавчики, красавчики, я помню. Я безумно вас рада видеть. Ах, я не слышу, что там! Вау! Идея мне вообще пришла, когда я была на массаже. Знаете, этот момент, когда ты полностью отключаешь свои мысли, и как раз они такие, тын-дын-дын-дын-дын, у меня их гемилион примерно. Но на этот раз это была такая мысль, которая просто меня, аж так, а почему я этого не делала раньше? Потом я поняла, почему. Я была все время 21 июня, либо беременна, либо кормила грудью, только-только там родила. Ну, в общем, это было всегда не до 108 кругов. А, конечно же, хотелось, так как я давно в йоге, мне хотелось сделать максимально вот такую традиционную практику, 108 кругов. Ну, и, конечно, просто сделать ее у себя в квартире, или поставить там трансляцию, или собрать 20 человек, как бы, понимаете, да? Это немножко не тот формат, нежели то, что происходит сейчас за моей спиной. Я подумала, что я хочу собрать много людей. Конечно, я никогда этого не делала. И, конечно, в плане организации это очень сложно. Я вот именно из-за этого, наверное, у меня начались вот волнения прямо перед. Типа, это как, смысл ли у нас в команде там 40 плюс человек, отвечающие за технику, за фото, за видео, за организацию, как регистрировать девочек. Там все это писать им, постить, организовать, ну, в общем, много деталей. Чтобы вы понимали, моя свадьба была с аудиторией 25 человек, а тут вот как бы немножко выросли. Ну, конечно, спасибо организаторам. Без них ничего бы это не произошло. Волонтерам, кстати говоря, волонтеров мы брали из моей аудитории. Это прям тоже огромная благодарность. Они сегодня с любовью расстилали коврики, раскладывали их. Вот сейчас как раз... Блин, мне так нравится, что я такая говорю, и на фоне девочки увеличивают. Увеличивается их количество. Все заходят, все снимают. Кто-то сразу занимает последние места, мне нравится. Такие, я там, где-нибудь на меня не обращайте, пожалуйста, внимания. На Камчатке посижу. Но ничего, сегодня для каждого будет особенная практика. Я уверена, для каждого будет особенный опыт. Даже если не сделают 108 кругов, они сделают столько, сколько им сейчас доступно. Да, сколько они могут, сколько они хотят, насколько они себе даже позволят. Все. Скоро за нами придут. Вы можете увидеть пакетик из органзы, где найдете два маленьких бутылечка. Я думаю, вы уже знаете, что это такое. Да? Что? Да, эфирное масло. И здесь у нас их два. Один из них в роллере, это который с черной крышечкой. Другой из них без роллера. В роллере у нас мята. Без роллера лимон. Вы можете попробовать масло и почувствовать, какое масло сегодня вам хочется иметь на себе. Как мы это делаем? Масло в роллере, мяту мы прямо наносим на запястье. И, собственно, то же самое делаем с лимоном. Просто мята, она, знаете, она очень такая для чувствительной кожи. Именно в оригинальном, вот просто, в масле. Будет, возможно, немного агрессивно. Но не хочу вас пугать, это прям очень редко бывает. Но на всякий случай мы все равно сделали в роллере, в разбавлении с базовым маслом. Как мы пробуем масло? Мы наносим его на запястье, растираем запястье друг между другом. И формируем вот такой домик. И погружаем туда свой нос. Погружаем туда все свое внимание, дыхание. И чувствуем масло, растворяемся в нем. Вы можете выбрать свое масло, которое чувствуете, вам подходит больше на эту практику. И почему я тоже говорю о фокусе здесь. Фокус внимания важен в эфирном масле, в том, что вы во время практики, опять же, когда будет как-то что-то мысленно уходить, убегать, вы будете возвращать свое внимание на масло. На ваше намерение, которое мы обязательно с вами сформируем. И это будет давать вам больше ресурсов, это будет давать вам силы. Субтитры создавал DimaTorzok И теперь в самом центре вашего сердца. Визуализируйте то намерение, которое хотите подкрепить сегодняшней практикой. Я рекомендую его формулировать в настоящем времени. Как будто оно уже у вас есть. Это может быть такое сильное желание, оно может быть даже кажется нереальным. Но если вы заглянули в это, если вы подумали об этом, если вам пришло это в голову, оно верное, нащупайте его, почувствуйте его, как оно пахнет, как оно выглядит. И оно находится у вас в самом сердце. Золотой свет, которого всем хватит, которого достаточно для того, чтобы наполнить ваш организм нужным ресурсом, проходит сейчас через макушку и прямо стекает через ваше намерение. Оно его обволакивает, напитывает энергией солнца, энергией действия. И из центра груди приходит сильная уверенность. Уверенность, что я смогу. Я смогу, но я буду оставаться честным с самим собой всю практику. Почувствуйте, как стопы утопают в коврик. Это наша важная опора. Пальчики широко расставлены. Каждый пальчик – это мини-опора. Хорошо. Сразу же проверьте свое положение в пространстве, чтобы у вас не было переразгибов поясницы. Если вы вот так стоите, ваша поясница сегодня за 108 кругов скажет вам «до свидания». Подкручиваем мягко таз. Поясница немного уплощается, естественно, разгиб остается. Проворачиваем плечи назад, макушкой вытягиваемся наверх. Весь позвоночный стол будто разъезжается в разные стороны. Такое приятное вытяжение, создается больше пространства. Это тадасана. Наша первая асана, в которой мы начинаем, в которой мы заканчиваем. Хорошо. На вдохе мягкий прогиб за руками. Намасты наверх с подкрученным тазом. Выдох. Наклон вниз. Падаха стасана. И здесь сразу присогнем колени. Положим живот на бедра. Расслабим шею. Расслабим голову. Позволим себе стечь вниз. Низкий поклон нашему солнцу. Вдох. Отшаг левой ногой назад. Ашва санчаланасана. Выпад. Расправляем грудной отдел. Насколько это возможно. Руки в опоре на коврике. Левое колено в опоре на коврике. Взгляд перед собой. И даже здесь слегка подкручиваем поясницу, чтобы не было переразгиба и не было боли в пояснице. Хорошо. Выдох. Отшаг правой ногой назад. Собака мордой вниз. И здесь сразу присогнем колени. Сразу выпрямляем спину. Голова и шея расслаблены. И только из состояния прямой спины, расслабленной шеи и направлением седалищных бугров в потолок, а точнее в небо сегодня, мы стараемся попереминаться с пятки на пятку. Расправить заднюю поверхность ног. Мы сейчас как раз сидели долго в позе лотоса. Хорошо бы растянуть заднюю поверхность ног. И вот не компенсируя своей прямой спиной, стараемся выпрямить ноги настолько, насколько получается. Но ни в коем случае не стоим на руках. Весь вес отдаем максимально в ноги. Вдох. Планка. Плечи над ладонями. Ягодицы сильные. Пресс активный. Выдох. Аштанга намаскар. Колени. Грудь. Подбородок на коврике. Взгляд перед собой. Вдох. Собака морда вверх. Расправляем грудной отдел, насколько возможно. Бедра оторваны от коврика. Если вдруг здесь чувствуете поясницу, можно сделать кобру. Это асана. Упрощение собаки морда вверх. Мы лежим полностью бедром, полностью животом лежим. И просто вытягиваемся наверх. Если все комфортно, собака морда вверх. Но вы всегда можете себя почувствовать и в течение 108 кругов сделать кобру вместо собаки мордой вверх. Выдох. Собака морда вниз. Отдаем весь вес ногам. Спина прямая. Вытягиваемся. Это поза отдыха на самом деле, если она выстроена правильно. Хорошо. Взгляд перед собой. Шаг левой ногой вперед. Выпад теперь на левую ногу. Расправляем грудной отдел. Правое колено на коврике. Хорошо. Выдох. Падаха стасана. Наклон к ногам. Живот укладываем на бедра. Ни в коем случае не стоим вот с такой спиной и не травмируем нашу поясницу. Полностью ложимся. Отпускаем. Шею, голову расслабляем. Через согнутые колени. Сильные поры в ногах. Вдох. Прогиб наверх. Хорошо. Хаста утанасана. Выдох. Намасте. Это был девочки и мальчики первый круг. Он был максимально медленный. Он был максимально осознанный, чтобы мы все отстроили. Я поздравляю. Да. Вы молодечки. Готовы войти в поток. Готовы войти в поток. Дорогие мои, это Экватор. И я вас поздравляю. Вы просто чудесные. Я думаю, у вас уже внутри уверенность в себя просто на 100%. Сейчас самое время каждому сделать то, что ему хочется. Попить воды. Полежать в шавасане. Понюхать масла. Погрузиться в себя. И последний круг. Остановка перед ним. Цикл дыхания здесь. Сейчас обращаюсь ко всем, кто может быть отдыхал, какую-то делал паузу. Самое время закончить вместе с вами, вместе с нами. Все вместе, всем этим потоком. Соединившись с энергией каждого участника. Тадасана. Намасте. И с полным осознанием. Последний круг. Суринамаскар. Готовы? У-ху! И вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Отшаг. Вдох. Планка. Выдох. Аштанга намаскар. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Последняя собака мордой вниз на сегодня. Вдох. Шаг. Выдох. Наклон. И здесь позвольте себе задержаться. Пусть вся спина и шея будто стекают вниз. Расправляется задняя поверхность ног. Можете помотать головой да-да, нет-нет. Полностью расслабить каждый позвонок. Вдох. И... С вдохом, с сильными ногами отталкиваемся. Прогиб. Выдох. Намасе. Это максимально неожиданно. Красотки и красавчики. Я просто невероятно горжусь каждым из вас. Мы это сделали. Просто давайте немного погрузимся в это ощущение. Присаживайтесь на коврики. Сейчас будет самая долгожданная шавасана в нашей жизни. Осознайте вообще, что вы сделали. Где вы находитесь? Что и кто вокруг вас? Но пусть это чувство будет не тревожащее, а скорее будоражащее, приятное. Чувство наслаждения, чувство кайфа находиться здесь и сейчас. И пока вы находитесь с закрытыми глазами, я предлагаю выразить благодарность внутри себя. В первую очередь самому себе. Почувствуйте благодарность к вашему телу за то, что оно справилось с этой практикой. Возможно, часть вас не верила в вас, сомневалась, может быть, отшучивалась. Да, какие там сто осен. И неважно на самом деле, сколько в итоге вы сделали. Для каждого это личный трансформационный опыт. Прошло все, наверное, лучше, чем я могла представлять. И вот как я и думала, этот момент, он вот сейчас остался только воспоминанием. Все это уже позади, но такое теплое, приятное чувство внутри. Меня еще, конечно, немножко штормит адреналинчиком 100%. Сегодня еще будет, знаете, перепад в обратную сторону, где я буду вот так вот лежать. Такая, что было сегодня? Но сейчас я дико счастлива. Практика для меня лично прошла, правда, вот так. Я даже не поняла, то есть, либо это такой, знаете, подъем был энергетический внутри, что когда была половина, экватор, я такая, как бы вообще изи. Дома мне казалось, когда я прогоняла эту практику дома, мне казалось, что я подвыдохлась быстрее. Здесь все-таки еще момент, что я заряжаю других людей, и как будто не могу не иметь этот ресурс, чтобы зарядить, да. То есть, я сама себе такую установку поставила. Конечно, я разрешила себе, если что, лечь в шавасану, там, или в позу ребенка, но по факту оно не пригодилось. То есть, были моменты, когда я попила воду, там был перерывчик, ну, как бы на два круга, наверное, а так все хорошо. А в чем же все-таки главный секрет твоего успеха, вот такого мощного блога, как ютубера? То есть, вот этот переломный момент от того, когда ты была простой девочкой, которая просто записывала простые видео, до блогера-миллионника. Вот что же там все-таки самое главное? А это всегда так, а его и нет. Знаете, я вот себя такой же простой ощущаю, и мне кажется, как будто в этом и есть сок, что ты остаешься искренним и честным с самим собой, и ты просто делаешь. Вот знаете, вот этот успешный успех, и таблетки счастья быстрого какого-то успеха, оно мне и не близко. Я, честно, трудоволик. Ну, то есть, я путем делания дохожу до результата, и так было всегда. И мне не давалось как-то супер все легко. Ну, то есть, первые два года я зарабатывала 300 рублей в месяц, моя партнерка приносила мне. И, то есть, я просто это к тому, не к тому, чтобы для меня это была ценность соизмеримая с тем, что я делаю, а для многих это типа сразу в смысле. Я думала, там ты типа выкладываешь три видео, все, ты миллионер. Очевидно, нет. Что ты вообще планируешь в ближайшем или в далеком будущем в плане йоги? Может быть, какие-то новые проекты? Хочется, чтобы большее количество людей столкнулось с йогой такой приятной ему. Я не знаю, чтобы он не оттолкнул его, какая-то скука. Просто очень часто такое бывает. Я не знаю, вы были вот на йога-сессиях раньше, может быть, на йога-практиках у преподавателей. Очень много зависит от преподавателя. Да, есть такое, да? И больше, как бы, часть людей говорят, что ну, как-то скучно, как-то не для меня. И вот я в этот момент убеждена, что это просто не ваш учитель. Вот и все. И я не говорю, что я для кого-то тоже не тот учитель, 100%. Даже не претендую на то, что я для всех там лучший учитель. Нет. Но мне бы хотелось показать вот такую йогу, какой она может быть в нашем современном мире, да, с погружением полным. И такую самодостаточную, чтобы там все были внутри практики. Вот все, как человек захочет. Он такой заходит, такой, так, ну сегодня хочу жарить прям жестко, 20 минут передоем есть. И вот он нашел эту практику. А сегодня хочу потянуться. И вот он тоже нашел. Ну, в общем, пока это, пока мирочка очень маленькая. Я в это не могу идти с головой, потому что мне хочется уезжать прям на весь день, там, снимать с трех ракурсов, например. Я не могу пока. Она пока от лучики. Но вы видели, как типа вот мы спланировали, чтобы она пришла сюда, там, подкормиться и так далее. Но попозже чуть-чуть. Очень благодарна Александре. Произошло очень много интересных мыслей в голове. Пришло очень сильное вдохновение. И хочется развиваться и делать что-то очень интересное. После феста просто какое-то наполнение внутреннее, ощущение силы, несмотря на то, что это было очень физически, может быть, поначалу тяжело, но все-таки очень много внутри энергии. Такой масштаб. Ехала с большим предвкушением. Очень рада, что я здесь. Очень рада, что все прошло замечательно. Это было просто невероятно. Увидеться со своим кумиром, с человеком, которого смотришь очень-очень давно. Я искренне рада, что посетила такое масштабное мероприятие. Для меня это впервые. И самое главное, я хочу пожелать Александре, чтобы она продолжала двигаться вперед. Я испытываю много эмоций, много любви какой-то, вдохновения, мотивации. Очень рада, что попала сюда, смогла выбраться. Как будто бы все тело переродилось. Это, ну, правда, непередаваемое ощущение. Произошла перезагрузка. Перезагрузка полная. Мне очень близка позиция Саши в жизни вообще. Она вдохновляет, действительно. Я чувствую себя просто прекрасно. Я хочу поблагодарить Сашу за такое масштабное мероприятие. В моменте я чувствовала, знаете, приливами, отливами. Вот то упадок сил, то наоборот. И вот каждый раз там второе, третье дыхание просто открывалось. Саша вдохновляет. Саша очень светлый человек. И я считаю, что такие люди нужны в нашей жизни, чтобы вот нас именно вдохновлять, направлять на правильный путь. Я хочу, чтобы дальше это мероприятие становилось кратно-кратно больше, чтобы было еще больше людей, которые также тебя всем сердцем любят, поддерживают и будут ходить на все твои мероприятия. Я очень благодарна Александре за то, что она организовала все это мероприятие. И все прошло просто великолепно. У нас уже светит солнышко. Саша большая молодец. Такого масштаба организовать фест, это придумать, организовать, пройти это все. Я думаю, что ей было очень волнительно, но все прошло просто супер. Эмоции вообще не передать словами. Это настолько классно, настолько мощно, трансформационно внутри. Ты приходишь одним человеком, уходишь ты абсолютно другим человеком. Очень классно, что выпала такая возможность в жизни увидеть лично Сашу, своего учителя, наставника. Для меня тоже это что-то невероятное, масштабное. Я просто очень счастлива. Не верила в свои силы на самом деле, но вся обстановка воодушевила. Мы все вместе справились. Вот безумно счастлива, прям не передать словами. Я испытываю спокойствие, умиротворение, гордость за себя, потому что я сюда шла с намерением сделать все 108. Все было невероятно классно. Атмосфера, погода, люди, музыка. Мне все очень понравилось. Саша, ты просто невероятная. Ты заряжаешь эмоциями только положительными. Глядя на тебя, хочется расти вверх, не стоять на одном месте. И мне кажется, это твоя самая главная фишка. Я очень довольна. Просто практика чудесная. Превзошло все мои ожидания. Я очень счастлива и безмерно благодарна Александре за ее любовь бесконечную, которую она вкладывает в то, что она делает. И, безусловно, это проецируется на нас, на всех, что очень чувствуется. Сейчас, после 108 кругов, это просто невероятно. Я чувствую себя замечательно. У меня прекрасное настроение. Я завела себе новых подруг. Очень много с кем познакомилась. Эмоции очень необычные. Впервые в жизни мне удалось видеть моего главного кумира в жизни. Это просто что-то невероятное. Очень необычный опыт. 108 кругов. Я думала, я не осилю. Но просто какое-то второе дыхание открылось. Это просто что-то окрыляющее. Я невероятно благодарна, что я смогла здесь побывать. И я желаю тебе, чтобы ты оставалась такой же доброй, такой же нежной, такой же светлой, но росла в масштабах. И через год ты собрала уже не такой миллион и пятьсот человек, а на миллиарды человек. Я, конечно, безумно рада встрече. Всегда. Когда ты долго ведешь блог, видишь только онлайн какие-то цифры, оно так не ощущается, как в контакте оффлайн, когда ты видишь этих людей, слышишь их слова. Насчет того, стоило ли это того, сто процентов да. Хотя, честно, меня штормило знатно. И неделю еще назад я такая, зачем я на это подписалась? А как бы есть возможность отписаться? Ну, не на серьезке, конечно, но все равно были мысли, что куда я иду? Но это все... Знаете, я с психологом, на самом деле, проработала даже эту встречу, этот фест, потому что, ну, правда, страхи были такие не подкреплены ничем. То есть просто страх, что а вдруг что-то пойдет не так. И как бы ты вот прорабатываешь это, а что пойдет не так, да, увеличиваешь это до максимума и понимаешь, ну, блин, по факту, вообще, если так глобально посмотреть, ты маленькая песчинка в этом земном шаре. Глобально ни у кого ничего не поменялось. Земля не стала двигаться быстрее или медленно или не остановилась там от твоей практики и так далее. То есть это все, конечно, вот мысли в голове, про те самые границы в голове. И страх он от того, что такого раньше не было. А сейчас этот опыт есть, и я знаю, что я это могу. Блин, мне хочется еще повторить. Не знаю, вдруг это станет ежегодной традицией. Ну что, красотки, я уже дома, уже прошло несколько дней после феста, уже все устаканилось, успокоилось. Я с невероятными эмоциями внутри вспоминаю этот день и думала, если честно, что день после и даже несколько дней я буду просто лежать пластом и восстанавливаться. Но на самом деле энергии было так много внутри, это настолько реально был заряд, настолько это удивительный день. И мне кажется, это и наша с вами энергия, и просто солнце действительно, и сама практика дала столько энергии, что мне вообще не хотелось лежать. Мы пошли на йогу на следующий день, и вообще в целом я не устала. Не могу сказать, что я устала, правда. Я очень старалась передать всю атмосферу, погрузить прям вас в этот день, но все, конечно, через экран не передать. Пусть вот прям все до мурашек останется в сердцах участниц. И в завершении этого видео хочу спросить у вас, а нужно ли загружать на канал все эти 108 кругов как полноценную практику. То есть у нас не было прямой трансляции, вы знаете, да, у нас было чисто живое вот такое вот мероприятие, только офлайн. Но при этом я приглашала отдельного видеографа, который снимал с двух ракурсов всю практику, на всякий случай. И хочу у вас спросить, надо ли вообще это делать, то есть надо ли загружать отдельное видео этих 108 кругов. Ну, например, вы захотите провести эту практику самостоятельно дома, в любое вообще время, не обязательно 21 июня, не обязательно конкретно там летом. Если считаете, что эта практика нужна, то обязательно пишите комментарии под этим видео, напишите о своих эмоциях после увиденного, после этого фильма и отмечайте меня у себя в сториз. Можно сделать какой-то стоп-кадр там экрана или какой-то инсайт, который вам пришел, или вы тоже там поделитесь эмоциями. Так я пойму, что это видео важно, и вообще то, что я делаю, важно и нужно. Это такая важная обратная связь, действительно, для меня, которую я от вас получаю, всегда улыбаюсь и понимаю, что все это не зря, и все это нужно. Я вас благодарю за просмотр, и, вероятно, мы сделаем с вами это ежегодной традицией, такое прекрасное мероприятие. Пока!